Всем привет, ребята! Это рубрика AstroTestDrive. Рубрика, в которой мы рассматриваем различные телескопы и аксессуары к ним. Все те приборы, которые вы можете использовать в своей повседневной жизни для астрономических наблюдений. И сегодня у нас интересный экспонат. Телескоп Weber Polar Star 114 900 EQ. Из этого названия мы можем сделать сразу несколько полезных выводов. Во-первых, это телескоп на экваториальной монтировке. Во-вторых, его фокусное расстояние 900 миллиметров и диаметр главного зеркала 114 миллиметров. Ну и надо отметить, что это телескоп системы Ньютона, то есть самой популярной у любителей оптической схемы. Что нужно сказать про этот инструмент? Во-первых, его предназначение. Наверное, это все-таки в первую очередь телескоп для начинающих любителей астрономии, а также для тех, кто уже продолжил, так сказать, свой путь в астрономическом хобби. То есть те люди, которые сначала, может быть, понаблюдали с каким-нибудь небольшим рефрактором типа 70 миллиметровым и решили купить что-то позначительнее и покрупнее. Вот для этих людей вполне себе подойдет телескоп такого класса. Аналогичные модели, в принципе, аналогичные есть у Скайвочера, у МИДа и даже, по-моему, у Целестерона. То есть все они прямые конкуренты друг к другу. И мы попробуем, может быть, в частности, в этом обзоре еще проводить некоторые параллели между разными моделями, но схожими по техническим характеристикам. Что касается производителя, фирма Weber территориально находится в России. То есть в этом есть определенный плюс в том, что вы, как конечный покупатель, непосредственно можете общаться с производителем и выяснять какие-то детали, купить дополнительные какие-то аксессуары к этому телескопу. В общем, это, в принципе, удобно. Но, что касается самого производства, естественно, оно находится в Китае, как и, наверное, 99,99% всего рынка астрономических товаров в России. Это все Китай. Поэтому этот телескоп не исключение. Первым делом давайте поговорим о монтировке. Это, в общем, то, что изменилось в этой модели. Раньше она поставлялась несколько с иной монтировкой, но мы имеем уже новый современный вариант. Мое впечатление. Первое. Монтировка достаточно крепкая. Для этого телескопа вполне подходит. У Weber она маркируется как EQ5. Не путаем с другой EQ5. Здесь стальные ноги, весьма крепкие. В общем, каких-то таких люфтов сильных здесь нет. Она в любом случае лучше, чем Skywatcher-овская EQ1 и EQ2. До EQ3, наверное, не дотягивает, а является каким-то таким вот промежуточным вариантом между EQ2 и EQ3. Но для телескопа такого класса вполне себе достойно. То есть, если мы будем сравнивать этот Weber со Skywatcher 114-мм, то, наверное, эта монтировка будет получше. Здесь достаточно увесистый противовес. Есть механизмы тонких движений. Вот ручки по двум осям. Они, в принципе, достаточно удобно сделаны, работают. Минус, наверное, в том креплении, которое предусмотрено для головы монтировки, потому что здесь нет никакого штырька, который бы фиксировал вот эту вот часть. Поэтому, когда мы вращаем телескоп, в момент наблюдения она может, если мы не сильно закрутили его вот здесь, она может провернуться просто. И мы потеряем направление на полярную звезду, например. Поэтому нужно быть внимательным в этот момент, закреплять вот здесь все крепко. Кроме того, в этой монтировке крепление телескопа по системе «Ласточкин хвост». Это тоже положительное отличие по сравнению с EQ2, допустим. Потому что вы можете трубу сразу взять и поставить максимально быстро, закрутив вот эти два винта. То есть, достаточно удобно в плане наблюдений. «Ласточкин хвост» все-таки хорошее изобретение. Что касается колец, то на мой вкус, ну, слишком как-то близко они расположены, вот эти два кольца. Я бы их, наверное, разнес побольше. Тем более, что труба здесь весьма длинная. При сильном боковом ветре, во время наблюдений, она будет немножко шататься. Надо сказать, что я перед тем, как делать этот обзор, также поюзал 114 Skywatcher, также пошатал его. В общем, вибрация одинаковая примерно. Ну, в общем, телескопа одного класса. Надо сказать, что вот эти вот, такое близкое расположение колец напоминает телескоп Мидовский 114. У них примерно так же это реализовано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну что ж, перейдем дальше к трубе телескопа и начнем с искателя. Это, наверное, такой очень позитивный момент в данном обзоре и для конкретно этой модели. Во-первых, здесь искатель 6х30, и на мой субъективный, опять же, взгляд, это лучший искатель по сравнению с конкурентами этой модели. Он, конечно, не дотягивает пока что до искателя от НПЗ 6х30, но тем не менее. Если мы возьмем Skywatcher 114, то у него искатель в диаметре меньше, там что-то около 20 мм. Ну, в общем, он маленький. А у МИДа там и вовсе стоит Red Dot, и на мой взгляд, хуже Red Dot может быть только полное отсутствие искателя. Я, в принципе, не понимаю, на кой черт вот это китайское изобретение произведено. Одно дело это Телред, другое дело Red Dot. Red Dot это просто жалкая копия Телреда, и, на мой взгляд, оптический искатель убирает Red Dot просто на раз. Так что, если мы сравниваем вот этот вебер с конкурентами, то искатель здесь, в принципе, лучше. Я, естественно, понаблюдал с этим телескопом. Могу сказать следующее. В принципе, меня полностью удовлетворила та картинка, которую он показывает. Я наблюдал шаровик М13, М71, посмотрел Юпитер, Сатурн. В общем, картинка вполне достойная. Но не могу не сказать о том, что есть определенный минус в комплектации этого телескопа. Это те окуляры, которые идут в комплекте. Речь не о качестве окуляров, а о том, что в стандартной комплектации идет окуляр 10 мм, 6 мм и 2-кратная линза Барлелл. Что из этого вытекает? Из этого вытекает то, что минимальное увеличение, которое мы можем поставить, это 90 крат. На мой взгляд, это много. И поэтому я вам советую, если вы будете покупать этот телескоп, то сразу докупайте окуляр 25 мм. И тогда у вас будет увеличение порядка 36 крат, и вы вполне себе достойно сможете наблюдать звездные поля, шаровые, рассеянные скопления, какие-нибудь туманности. С увеличением в 90 раз вы уже будете рассматривать какие-то детали. Например, я в этот телескоп смотрел в 90 раз М13. Оно довольно-таки неплохо разбивается на звезды. Что касается цены, то этот телескоп стоит, в принципе, чуть дешевле, чем конкуренты. Цена на него на данный момент составляет 16 130 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну и резюмируем. Что можно сказать в итоге об этом телескопе? На мой взгляд, это достаточно неплохой вариант для начинающего и продолжающего свое увлечение любителя астрономии. В этот телескоп вы сможете увидеть, наверное, большинство, я бы сказал, даже все объекты Месье и некоторые яркие объекты из каталога NGC. Так как это телескоп без корректора, в него вы можете наблюдать планеты. Кроме того, вы можете не только наблюдать, но и фотографировать через этот телескоп. Использовать для этого нужно Т-кольцо и Т-адаптер. Вот, собственно, они. То есть вставляется все это в окулярный узел и к Т-кольцу прикручивается ваша зеркалка. Вот сюда все вставили, сфокусировались. И можете снимать, например, планеты на видео или Луну. Что касается съемки звездных полей, то здесь, конечно, не хватает часового привода. Поэтому звездные поля навряд ли вам удаться зафиксировать в этот инструмент. Напоследок хочу сказать, что меня наблюдения с этим телескопом не разочаровали. И это, наверное, главное. На сегодня Астро Тест Драйв закончен. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и будьте в курсе. Пока!